Я сейчас откладываю амбулаторные карты моих пациентов. И хочу вспомнить в связи с этим, с тяжелым вздохом, одну историю. В моих молодых врачебных годах случилось, наверное, это можно расценить как ошибку. И это было, к сожалению, клинический случай, не клиническое наблюдение. То есть пациент погиб. Я, молодой ординатор, сижу на дежурстве и привозит ко мне мужчину 30 лет. Смотрю этого пациента и вижу очень странную картину. Общая слабость, бледность кожных покровов. Сидит, двигается, руки-ноги работают, все хорошо. Но жалобы у него на то, что как-то странно болит голова, и слабость-то странная. А привезла его супруга. Могу сказать, что эту молодую женщину я лечил буквально за полгода до этого. Ну, как тогда было принято говорить, вот синдром вегетативной дисфункции, дистонии. И даже я улыбнулся, что-то вы вдвоем теперь ко мне начали приезжать. Дело в том, что утром, собираясь на работу, эти два молодых человека решили заняться сексом. Ничего в этом плохого нет. Единственное, что произошло, пугающее. На высоте секса во время эякуляции вдруг этот молодой мужчина теряет сознание. Женщина, естественно, испугалась, вызвала скорую помощь, и его привезли ко мне. Кстати, я эту историю рассказываю всем своим ординаторам и студентам, чтобы они как раз были всегда насторожие. Ну, обо всем по порядку. Дальше. Я его осматриваю. И в неврологическом статусе не нахожу ничего сверхъестественного. Все в порядке и с рефлексами. Единственное, что меня как-то заставило насторожиться, это его гиперэстезия. То есть, он ощущал болевые раздражители не так, как обычно. Ну, то есть, колешь его иголочкой, а он морщится от боли, ему очень неприятно, он ежится, отдергивает. Но вся штука в том, что накануне он крепко выпил, очень крепко. Я думаю, что некоторым из вас людям знакомы те люди, которые иногда, надеюсь, редко, выпивают лишнее и утром чувствуют себя неважно. Ну, называется состояние сбудуна, да, болит голова, что-то ему. Это мне так рассказывают те редкие люди, которые знают тех редких людей, которые перепивают накануне и с трудом собираются на работу. Так вот, он чувствовал себя так же неважно, потому что выпил он много. И когда он шел домой, он даже ударился головой о притолоку, ударился именно затылком, поэтому эта зона у него болела. И этим он объясняет, что не может опять-таки довести подбородок до грудной клетки. Раз подошел к нему, второй к этому пациенту, осматриваю, ничего не нахожу и говорю, слушайте, может быть, вам домой отправиться, ничего я плохого у вас не вижу. Что-то меня остановило. Я его положил в стационар и проконсультировался с опытом заведующего отделения, с ассистентом, который курировал меня. Мы вместе его посмотрели, попытались пропунктировать этого пациента, но он не дался нам, потому что он как-то очень сильно испытывал сильную боль, ему было неприятно. Мы махнули рукой, оставили его до утра понаблюдать, прокапать, а утром этот пациент умер, внезапно, во время разговора со своим братом. Когда я бежал к палату, было поздно, я увидел только растерянного родственника, который бормотал его имя и держал в руках тарелку с кашей и ложкой, которую держал только что этот пациент. Этот майский день был для меня черным, майский солнечный день был черным, потому что, когда мы втроем шли на вскрытие, мы не очень понимали, с чем мы имеем дело. Мы, конечно, выставили этому пациенту инсульты, инфаркты, тромбоэболию, но врачи меня поймут, почему это было сделано, потому что внезапная смерть молодого человека – это всегда трагедия. А вот на вскрытии было обнаружено тяжелейшее кровоизлияние, геморрагический инсульт, который шел совершенно по-другому, нетипичному пути. Что бы мы увидели с вами, уважаемые коллеги, в обычной ситуации? Психомоторное возбуждение, судороги, потеря сознания, от сомноленции до комы, тяжелый менгиальный симптом и комплекс, симптомы Брудинского, Кернига и так далее. Ничего этого не было. Пациент ходил, двигался, чувствовал себя относительно неплохо, но потом, когда я открыл специальную литературу и посмотрел разные совершенные источники, я увидел, что не обратил внимания на один симптом – гиперэстезию, повышенную чувствительность. Это феномен, сателлит менгиального симптома комплекса. Он не столь явно проявляет себя и не всегда бывает у этих пациентов. И второе. Когда я открыл уже американские журналы, то увидел сообщение об инсультах у молодых мужчин во время эякуляции, потому что сосуды их не выдерживали высокого давления. Если мы вспомним великого Кинзи и его последователей Мастерса и Джонсон, которые исследовали сам коэту, сам половой акт, когда они обвешали волонтеров разными датчиками, и обнаружили, что во время коэтоса и у мужчины, и у женщин, особенно, конечно, у мужчины, повышается артериальное давление, учащается пульс. И давление может повыситься и до 150, и до 160 миллиметров ртутного столба. И у определенных людей с несостоятельностью сосудистой системы сосуд может не выдержать. У него дремала аневризма, вероятно, у этого 30-летнего мужчины, и она разорвалась. Она дала вот это тяжелое кровоизлияние. Я сейчас рассказываю не к тому, чтобы беречься во время секса, но следить за своим здоровьем, оценивать его. Если у вас частые головные боли, если мигрень частая, если особенно голова болит всегда с одной стороны, насторожитесь, сходите к специалисту. Пусть он обследует вас внимательно. Может быть, это позволит избежать серьезной проблемы и даже трагедии. А для своих коллег я еще раз говорю, будьте бдительны, внимательно смотрите на своих пациентов, оценивайте все параметры, чтобы не оказаться в подобной ситуации, о которой я помню всю свою жизнь. Потому что через год, когда я шел с дежурства в библиотеку, мне надо было готовить кандидатскую диссертацию, подходя к зданию медицинского университета, я вдруг почувствовал, что в ноги мне ткнулась детская коляска. Там было достаточно места, чтобы меня обойти. Когда я поднял глаза, я увидел глаза этой самой женщины, этой вдовы. Она мне ничего не сказала. Но этот взгляд я запомнил на всю жизнь. Спасибо. 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 Спасибо.